Небесная канцелярия скорректировала графики подрядчиков. По плану завершить текущий ремонт улицы Чертогашево дорожники должны были еще 30 сентября. Но из-за дождя укладку нового покрытия на участке от Карла Маркса до Ирыгина пришлось приостановить. Этот вынужденный тайм-аут с асфальтированием подрядчики использовали для завершения работ по полной замене бортового камня вдоль обочин. Работы проводились в границах от улицы Щетинкина до улицы Ивана Ирыгина. Сложность заключалась в том, что на этой улице достаточно большое количество колодцев. Подрядчик поднял все горловины колодцев для того, чтобы вровень с этими колодцами произвести ремонт дороги. Напоминаю, что работа проводилась в рамках текущего содержания обслуживания, поэтому мы, естественно, не делали никакие топосъемки, не выводили уровни и так далее. Все работаем по текущему, существующему рельефу дороги, так правильно сказать. Правда, помешала не только погода. Ремонт дорожный на улице Чертыгашево совпал с ремонтом коммунальным. Развести их по времени не удалось, поэтому специалисты мэрия Бакана учли это обстоятельство. Подрядчикам пошли навстречу. Соответственно, там недели две или три произошла именно затяжка с тем, что службы эти тепловые, они проводили ремонт и вскрыли дорогу, выкопали там, добрались до своих труб, потом проводили долгое время уплотнения этого участка для того, чтобы в дальнейшем асфальт там не провалился. Все это потребовало определенного времени. Буквально на днях от подрядчика поступило присьмо с просьбой продлить сроки выполнения работ на неделю, ну по объективным причинам, потому что на самом деле он как бы без вины, виноватый остался в этой ситуации. Срок по проведению текущего ремонта на оставшемся участке улицы Чертыгашево в границах от Карла Маркса до Ивана Ирыгина продлен на одну неделю. Сегодня дорожники уже вывели технику на объект. К выходным обещают полностью закатать последний отрезок в новую одежку.